Вот в этом блоке и вот там. Это вот только сейчас дали буквально минут 30 тому назад. До этого светом уже двое суток нет. Жильцам многоэтажек по улице Солнечной в микрорайоне Алексеевский электричество подают по расписанию. До этого в холода все включали обогреватели. Кабель не выдержал нагрузки. Его заменяли муниципальные оперативные службы. Договора с энергоснабжающей организацией нет. Дом не введен в эксплуатацию. На руках у жильцов два договора. Первый на полную стоимость квартир. Согласно второму стоимость каждой 150 тысяч рублей. По первому договору застройщик обязался срок до 1 июля 2014 года сдать комплекс с подключением газа, с установкой газового котла. В комплексе около 200 квартир разной площади. Жильцы буквально со всей страны. От Дальнего Востока до Северо-Западной части. История примерно одна. Приехали издалека. Времени на выбор было немного и цена устроила. Сначала застройщик был на хорошем счету. Но получив право собственности через суд, бросил владельцев квартир на управляющую компанию. Толку от обслуживающей организации, задолжавшей энергетикам миллионы рублей, нет. Только вред. С одной стороны, виноват получается застройщик. Он нас кинул, бросил, так скажем. С другой стороны, у меня вопрос к управляющей компании. Если она у него все приняла, значит она на себя взяла какие-то обязательства помогать жильцам. В результате мы платим по 7-8 тысяч в месяц. Управляющей компании-то кажется мало. Они даже, вот у нас дыра, допустим, мы живем в этом подъезде. У нас дыра между ними. У нас как раз получается дом выходит на это. У нас плесень идет по стороне кухни и по стороне ванны. Городские службы сейчас ищут выход из сложившейся ситуации. Один из таких – предоставить в аренду управляющей компании передвижной генератор подходящей мощности. По словам владельцев квартир, до этого они были готовы входить в положение застройщика, теперь же намерены обращаться в суд.